Евангелиана, глава восемнадцатая Стояв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, — Кого ищете? Ему отвечали, — Иисуса Назорея. Иисус говорит им, — Это Я. Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им, — Это Я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, — Кого ищете? Они сказали, — Иисуса Назорея. Иисус отвечал, — Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, сказанное им, — Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, — Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Тогда воины и тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его. И отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каяфи, который был на тот год первосвященником. Это был Каяфа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же этот был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру, — И ты не из учеников ли этого человека? Он сказал, — Нет. Между тем рабы и служители, разведшие огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. И Иисус отвечал Ему, — Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им. Вот они знают, что Я говорил. Когда Он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказал, — Так, отвечаешь ты первосвященнику? И Иисус отвечал Ему, — Если Я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь Меня? Анна послал его, связанного к первосвященнику Каяфи. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, — Не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал, — Нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, — Не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каяфы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, — В чем вы обвиняете человека этого? Они сказали ему в ответ, — Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им, — Возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, — Нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, — Ты царь иудейский? И Иисус отвечал ему, — От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? И Иисус отвечал, — Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? И Иисус отвечал, — Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, — Итак, ты царь? И Иисус отвечал, — Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего. Пилат сказал ему, — Что есть истина? И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, — Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского? Тогда опять закричали все, говоря, — Не его, но Варраву. Варравва же был разбойник. Продолжение следует...